Праздник будет. Называется Пасха. Не поздравляйте. Скорее всего, со святым праздником вас. Всего хорошего вам. Я с Кубани губанский казак. Правил не знаю. Ну пока уберите эту папаху. Уберите. Вы глаза надвинули, вас даже не видать. Снимите ее. Ну вот так вот. Вот так вот нормально будет. Вот так нормально. Вот так. Да, да, да. Вы знаете, что послезавтра будет великий праздник. Пасха, конечно. Пасха Христова. Мы сюда пришли. Это место Содома и Гаморры. Тут разврат такой. Чтобы людей познакомить с главной книгой мира. Святая Библия. Ну я, кстати, вообще, я вот к своему стыду, я ее не читал. Ну вот какой там детский вариант читал вообще, там, когда детство в детстве вообще, а вот именно полностью вообще я не читал никогда. А тут написано так. Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. А как, если я не считал. Вот вы если на машине ездите, вы обязательно должны знать правила движения. Иначе вы сотвершите, да и никто не разрешит вам ездить. Так и книга Библии. По апостолу Павел к Тимофею пишет 4 глава 16 стих первого послания. И говорит, вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. И так поступай, спасешь себя и слушающего тебя. Я можно вас прерву вообще? Вот вы веры какой вообще? Православной. Святой православной церкви, где патриарх Кирилл. Православная церковь вообще. Вот вы считаете каким-то вообще этот святым отцом вообще там? Нет. Я считаю, брат у меня священник. Брат родной, на 5 лет моложе меня. А вы уж не считаетесь вообще? Что считаетесь? Вы считаетесь вообще как бы этот святым отцом вообще? Ну как считать? Если кто обратился для него по неволе, отец Павел говорит, я родил вас в благовесовании во Христе Иисусе. А мне Господь позволил написать 38 томов книг. И мы их развозили по всей России, по загранице. Мы всяких встречали казаков и все. А как вас величать вообще? Как что? Величать. Как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. У нас большой очень ресурс на Ютубе. Канал. Во свете Библии называется. Мы строим с нуля православную деревню. Православную. Где все... С нуля православную деревню. Первым делом храм построим. Дяди Игната. Дяди Игната. А вы мне скажите вообще вот... Я могу искупить свои вообще этот... Свои грехи вообще, если я убивал человека вообще. Вот я ездил на Донбасс вообще, получается, на Украину вообще. И там защищал свою общество. Ну не знаю, что это защищал вообще. Защищал независимую Украину. Да, да, Донбасс. Да, Донбасс. Обещается вообще. Донбасс. Я Россию защищал вообще. А Россия разве это Донбасс? Донбасс, все знают, что Украина. Кого вы защищали? Это вы как бандиты напали на них. Донбасс это как раз и есть Украина. Крым всегда был русский. Крым. Всегда был. Это Хрущев отмахнул пальцем. Нет. Для Нины Петровны. Крым, Крым, да. А Донбасс никогда не был русский? С чего ради он русский-то? С чего туда полезли? По сей день непонятно. Лукашенко сказал, говорит, у нас бы какую-нибудь Гомельскую область оттяпали. Так мы тоже не согласны. Если я убивал, получается, ребят очень нравится. Ты разбойник. Разбойник. Я не могу к вам прийти, исповедоваться, причаститься. Какой причаститься-то? Тебя нужно за дверями 18 лет стоять. А что будет защищать вообще Россию? А это не Россия. Россию там не надо защищать. Казаки не всегда защищали Россию уже. А это не казак, да? Наоборот, раздражители. А казаки, это то, что цыгане... Раздражители уже. Казаки и цыгане, они почти ничем не отличаются. Такие же неверные. Так же верят, а бы как. Хохочат. Что смеешься-то? Златоуст говорит, не боишься, что сатана в рот заскочит? Горе смеющимся ныне. Блажата... ли я их счет что ванские казаки что они вот именно уже соблюдали все праздники где не нужно работать они соблюдали уже спасла не нужно работать благовещение в че нужно работать вообще вот такие еще были казаки вообще особому как бы особо мирно не было Ну, мы тут дрались До последнего покапли крови Пока такие казаки есть Я не знаю А сколько у вас атаманов Уже своровали мусульмане там, вы знаете? И ни один не вернулся А можно догадаться Это издержки и производства А сколько мы их атаманов Перебили Кавказских ребят Мы их подвинули Слева берега Кубани Мы их подвинули Туда горы загнали Никто ничего не говорит Просто так Кубанские казаки Кубанские казаки Делали И с турками решили проблемы И с Крым Привешили проблемы И Крым вообще-то на заброски казаки Потом он уже гадирин Отравивший переселился на Кубани А вопрос этот не решается Говорите, проблема Я слово это не употребляю Нерешенные вопросы Вот решали Прибалтику захватывали Сколько погибло людей Южные страны захватывали Все отошло, нигде нету Наступило время Пузырь лопнул У меня стихотворение есть Хочу вам сказать У меня стихотворение Четыре тома написаны Стихов Святая Русь Когда была святая Скажите дату, срок и имена Во свете Библии Патетика растает Останется вино Вина Война Хватали все от севера до юга До порта Артура Оспу островов Все подмели В самом тайгу и в югу И расплодили нехристей, воров Кто хуже нас Сокровища земные Транжирит, сжет и рубит по весне Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, татарам и Чечне На наши земли Вожделение, зависть Облизываясь смотрит миллиард Весь мусульманский мир Там добровольство в запись У нас отнять за счастье каждый рад О Боже, проповедников пришли Крещение духом водное в крови Вот что И тогда мы Тогда исполнив веренное нам Не Русь святая, а герои веры В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы и химеры Вот это Я как-то тут снимок сделал Я на коне сижу И пруд держу И казакам говорю Вот вас надо пороть Вот этим стеком Кубанский казак Да Потому что Вы за своими казачками не смотрите Понятно И ребятишки хулиганы растут Вот чем надо заниматься А то казаки У них одной лошади нету Безлошадные казаки Да это игра Детская игра Ну кто такой вообще Не хлист вообще какой-то вообще Чтобы Мне вот этот Христианин вообще Когда батюшка вообще со мной разговаривает Он не так разговаривает Ну мало что не так разговаривает Дальше это Ну ладно Дальше это Расплата наступает Вот Хватали Хватали А теперь где Грузия Где Азербайджан Где Все Раслипалось Нету Это батюшка Я кстати снимаю вас Вы прямо в эфире Вообще Вас заставляет Вообще 400 Сейчас скажу лучше 36 человек Вообще А смотрите Это батюшка Который вообще Вот негрис вообще Что вы еще расскажете Вообще Что 306 человек Я не понял Поясните Я ее сейчас посмотрю Это 400 36 человек Вообще Предайте привет Вообще Русским людям Лучше Просто Предайте привет Русским людям Позвать им Спас Вы сегодня Выпили уже Сегодня Выпили уже У вас язык Заплетается Ну конечно Я же Казак Кубанский Да Казак Кубанский Сегодня не пьют Не едят Конечно Выпил Христово Христово Страдание Сегодня Какой же ты Казак то Сегодня Не пьют Не едят Люди А я уже Напился Я Кубанский Казак был Хулиган Кубанский А мы Все Хулиганы В общем Все Хулиганы Нас Россия Держится На Кубанских Казаках На Кубанских Казаках Вы Не верующие Вы Как Цыгане Не было Одна Две Хулиганы Алкашей Примороженных Пьяных Не было бы России Ну наверное Не было бы России Если бы Вас Не было Не Ну а Что Против Хочешь Хочешь Сказать Так оно И Казаки Повторяю На 100 Человек На 100 Казаков Не было Донских Казаков Которые Отдавали Свою Смерть Жизнь За Отечеством Не было Ничего Уже Вы Сейчас Ругаться Будете Еще Все Тогда Отхожу Вы Прямо Уже Начинаете Зашкаливать Пасха А у Вас Храм Далеко От Дома У У Довольно Далеко А у Вас В доме Есть Такая Книга Нет А Надо Достать У Меня Дома Есть Закон Божий Здесь Дан Людям Как Правильно Жить Что За Наши Грехи Христос Умер И Три Дня Был Во Гроби Сегодня Он На Кресте Умирал В Пятницу А Воскресенье Воскрес Это Пасха И Приветствуйте Христос Воскрес Не Бородово Ну Это У Каждого Если Он Не Будет Бриться Это Все Нормально У Вас Опять Попазли Вниз Так Голова Маленько Повыше Поднимитесь Так Чтобы Вот так Вот Хорошо Ага Это Лучше А вы Утром Вечером Молитесь Дома Нет А за Стол Садитесь Из-за Стола Нет Ну Какие Свиньи Неблагодарные Что же Вы Так Не Ну Одна Женщина Голая До торса Как бы Понятно Ничего Хорошего Но Вы можете Сказать У нас Разрата Нету А нету Тут Содом И Гамора На Десятикратно Помноженное Я Сказал Не Я Общаюсь Я Говорю Здесь За 1300 Лет Ни Одна Мусульманка Себе Не Позволит Голой Быть А Русские Стоят И Мужик Сзади Ее Как Корову Доит Согласен Ну Да Безумие Какое Мы Людям Показываем Если Жить Не Будете По Этой Книге Вы Все В аду Будете Гореть Ребятишки Как Бесенята Какие Орут Визжат Идет Великий Пост Идет По закону Люди Законно Венщины Своих Жен Не Прикасаются В течении Семи Недель А тут С ума Посходили И Все Время Пьют Едят И Пьют Едят И Говорят Жене Семь Недель Не Прикасаться Она Пойдет К другому Сожжены Неде Пошли Вот Соломон Премудрый Говорит Женщина Горше Смерти Горше Смерти Вообще Ничего Нет Только Женщина И Соломон Говорит Из тысячи Мужчин Я одного Нашел Нормально А из женщин Вообще Ни одной Не нашел Вот как люди Распустили себя А если бы Верили в Бога Знали что Христос Умер за грехи Людей Что неверующий Ждет муха вечная За беззаконие Может и по другому Было бы Вы знаете Что праздник Будет Послезавтра Самый большой Я знаю Знаете Да А у вас В доме Есть эта книга У меня В шкафу Лежит Из нее Мы узнали О Христе Иисусе Который Умер За наши Грехи И воскрес Третий День Понятно Да Потому что Все согрешили Лишены Славы Божией А Бог Так возлюбил Мир Что послал В мир Единородного Сына Своего Иисуса Христа Чтобы всякий Верующий Не погиб Но имел Жизнь Вечную Вот Если вы Желаете Больше узнать Вы можете Зайти на Наш Видеоканал Он очень Богатый Большой Называется Во свете Библии Можете Записать Себе Вы там Все найдете По желанию Это Большой Канал 14900 Роликов А там Четыре выходных Будет Да Мы Свидетельствуем О Боге Вот мы Строим Православную Деревню Где все Верующие Где нельзя Ни пить Ни курить Ни материться Ни лгать Ни воровать После первого Знакомства Если человек Все это Имеет Тогда должен Сам построиться Это Алтайский Край А если Человек Не верит Вот эта Рулетка Только для Него Тут одно Прелюбодеяние Такое Злодейство Творят Сейчас Одна Женщина Сидит Голая Совершенно Сиськами Трясет И ноги Вот так Развинула И показывает Это Нигде Больше Такого Нету Как Здесь Это Содом Его Бог Будет Выжигать Этот Содом Он Страшное Дело И мы Пришли Чтобы Людям Сказать Об этом Здесь Примерно 50% Голые Процентом 80% От общего числа Мусульмане А почему А у них Это все Развит А 4 Жены Официально Можно иметь И они Приходят Сюда Я говорю Там Платите Колым А здесь Даром И все Голые С чем Вам сюда Не прийти Вы Наплылили Как Табун Лошадей Жеребцы Ну да Так вот Надо Верить И детей Приучают К тому Вот Они здесь Дети Много Ребятишек Все Смотрят Так что Сказали Путин К нам Приезжал Вчера Путина Стерчали Вчера Путина Знаете Что-то Я не Совсем Понимаю Ну-ка Еще раз Потихоньку Путина Знаете Президента Путина Еще бы Мы молимся За него Чтобы Господь Сохранил Он Вчера Приезжал А куда За Байкалью За Байкалью Ну вот А мы молимся Каждый день О нем И о всех Правителях И о Рамзане Кадырове О турецком Мордогане Что Был мир Нам Повеление Дано От Бога Молиться За царей За начальствующих А у Путина Вчера в 7 часов Вчера в 7 часов Утракали Ну вот А показывали Его библиотеку И там в библиотеке Стоят мои книги У меня 38 томов Вышли книги И показывают У него стоят там Новый Завет С толкованием А я ему посылал Я насчитал По милости Божией Благодатью Его библию Там архипелаг ГУЛАГ Другие книги Ему посыл Это аудиодиски Там благодарность Пришла Ему Время Там много Нету Там Сильно Это считать То встречать То провожать Гостей Но Его ругают Да Но ему некогда Чего было Да Вот там Дорога идет Там за Байкаль Ее зовут Мы там проезжали Путинская дорога А кого там Народу Нигде нету Там едешь 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 Мы каждый день Проезжали Тысячу и тридцать километров Я книги развозил По библиотекам Дорога Так и с такими провалами Видно Что делали в торопях Засыпано Все это Вот Китайцев Там уже много Я говорю А земля пустовать не будет За время перестройки 120 миллионов абортов сделали Что спрашивают А страна уничтожает Сама себя В утробе женщины Молодые люди Семью заводить не хотят Они А зачем Нищету Говорят плодить А вот у нас У отца Отец инвалид войны Вот так руки не было И нас было 12 детей 10 живых И Никогда власти не ругали Мы не слышали этого Они работали Отец пастухов Мать дояркой Как говорите Игнатий Тихонович Лапкин Вы зайдите на наш ютуб Он называется Во свете библии Запишите Во свете библии Там много Очень много всего А если Во свете библии И через гугл В сайт войдете То там все книги мои Занятия идут Там фильмы Она снятая Сайт Во свете библии Игнатий Лапкин Это как Общее название На форуме На сайте На ютубе Если вы через скайп Решили найти Что делаете Мы делаем что Людям говорим о Христе Что с Пасхи Скоро придет А у нас есть библия? Ой